Здарова! Это обзор от Moporg, я Трэш, и сегодня у нас обзор крутой многопользовательской онлайн-стратегии Navifield, посвященной морским сражениям эпохи Второй мировой войны. Тебе предстоит выбрать одну из пяти великих держав и привести её к победе. На твой выбор предоставлены такие страны, как США, Япония, Германия, СССР и Великобритания. Каждая имеет свой собственный флот, так что тебя ждут более ста исторически достоверных типов кораблей, по 22 у каждой нации. Десятки эсминцев, крейсеров, линкоров, подлодок и авианосцев. Каждый из кораблей ты сможешь прокачивать, улучшать их манёвренность, обшивку, покупать новое оружие и обучать матросов. Всё это ты сможешь делать за сталь и монеты, заработанные в онлайн-сватках, режиме кампании или борьбе за выживание, где у тебя будет возможность набраться опыта, уничтожая волны противников. Управление простое и удобное. В левом углу находится регулятор хода корабля и штурвал, поворачивая который, на экране будет отображаться текущее движение корабля и конечная позиция. Тапнув по врагу, орудия сами определят траекторию, а тебя потребуется тапать по необходимым снарядам. Вот только скорость перезарядки орудий и их точность будет зависеть как раз от подготовленности матросов и прокачки корабля. Всё это в совокупности создаёт уникальный и интересный геймплей. В бою становится важна каждая деталь. Грамотный манёвр или своевременное использование дымовой завесы поможет спрятаться за линию вражеского огня и застать его врасплох. А чувствительность радара и радиус поражения снарядов часто поможет одержать победу задолго до ответного огня. Кому-то придётся по душе бронированный эсминец, спускающий разрушительные торпеды, а кому-то хрупкая, но мобильная подлодка. Здесь каждый найдёт себе любимый корабль под свой собственный стиль игры. Ты сможешь поучаствовать в масштабных онлайн-баталиях до 64 игроков в одном морском сражении и пройти весь путь от лейтенанта до адмирала в игре Navy Field.